всем доброе утро я с утра уже сходил потренировался целый час тела кардио потом съела веганский суп теперь мне чай общем я загрузила влог этот последний из прошлой недели и он получился на целых практически два часа там час сорок по моему это вообще что-то мне кажется у меня таких длинных влогов уже давно не было или вообще мне кажется не было так что тем кто любит длинные видео это как раз для вас вот не знаю какой будет на этой неделе влог надеюсь тоже будет длинный и постараюсь еще какое-нибудь видео снять помимо влога вот хочу начинать все-таки снимать про всякие разные скраб материал там про пудра для имбосинга штампы и так далее надеюсь это вам будет интересно давно все просили мне кажется вот так что буду тихоньку снимать ну и сегодня буду показывать хочу сейчас на плотере сделать эти кусочки для альбома что буду пробовать и вам показывать достала я в общем свой коврик пикска над плотера или сейчас вырезала высечки и знаете они мне получились вообще какие-то ужасные у него я первых несколько листов ну пробовала там двигать вот эту всю рамку которые буду вырезать но вот он некоторые вырезал вот в одну сторону рамку у него съехала некоторые в другую некоторые листочки вообще он очень сильно сместился вот этот линия реза в общем как-то не очень пока получилось сейчас буду возможно это еще знаете я сейчас делала калибровку то есть когда у вас новый допустим телефон вам надо распечатать такой клист там есть он в программе силуэта его сфотографировать своим телефоном и это как будет калибровка то есть ну у каждого телефона камеры как бы своя и размеры могут быть свои и там и так далее вообще каждый раз когда вас новая камера вам надо распечатать такой лист и откалибровать вот этот пик скан короче чтобы он у вас правильно показывал ну когда вы фотографируете с помощью своего допустим телефона чтобы она правильно показывал где находится эти рисунок вот так что я тут еще у меня листы есть я разрезала посередине приклею и буду пробовать сейчас опять сфотографировать хорошенько и потом буду делать контур потом обязательно покажу я сделала фотографию я через google фото скидываю неудобно через ну заходить каждый раз искать там так далее вот в общем я их на google фото скидываю потом скачиваю и в программе силуэт сейчас мы с вами откроем честно загрузится вот так выглядит удалим страничка пик скана сейчас мы с вами будем новая новая новую фотографию делать на что вот в общем здесь мы нажимаем на плюсик и здесь можно добавить допустим новый телефон или другой телефон смотря как на что вы фотографируете вот но если надо будет я сниму отдельно видео про это потому что во первых мне самой хочется с этим разобраться сейчас попробую вот эти вот маленький лист лист сделать если он получится нормально тогда я наверно там если надо будет сниму видео если нет то я буду в любом случае разбираться потому что мне надо с этим разобраться чтобы нормально вырезать эти высечки а то какой-то не очень приятно что ты сидишь сидишь делаешь это вот трассировку там выбираешь эти вот листочки и потом он тебе вырезает очень-очень криво очень обидно блок потихоньку загружается пока 55 процентов сегодня с понедельник надеюсь там завтрашнему дню загрузится буду на это очень надеяться ждем сейчас загрузится и будем с вами его трассировать изображение наше и еще у меня есть такая задумка одна я тут смотрела я подписана на эко-пейпер и смотрел там типа меню и мастер-класс как девочка делала открытку там вот такая вот в общем спиралька она приклеивается к одной стороне открытки и вот серединка к другой стороне то есть ты когда открываешь там вот это вот спиралька такая и на ней разные листочки приклеены как знаете как осенний такой снегопад там да вот этот красиво в общем смотрится и я решила что тоже снять такой мини мастер-класс на плоттере вырезать эту штучку вот это же думаю снимать или нет как думаете мне кажется прикольно тем более сейчас 8 будет в тему все у нас загрузилась теперь мы берем и просто перетаскиваем вот сюда в это окошечко не у нас теперь будет загружаться видео я пишет клей бровка xiaomi ну вот мой телефон что это у меня там был iphone и я на него ну тоже фотографировала была и от него трассировала и калибровка сейчас загрузится и будем с вами делать трассировку вот он пишет что плохо сфотографировали в общем надо получится фотографировать сейчас я перефотографирую и вернуть к вам все сделала я еще три фотографии в горизонтальном и вертикальном расположении сейчас с вами попробуем какой-нибудь из них ставить я просто перетаскиваю мне так удобно можно здесь нажать импортировать изображение пикскан из файла ну и также открыть как обычно вы открываете там файлы какие-то я помню раньше когда я тоже пыталась с этим ковриком разобраться пикскан у меня тоже все это навсегда это не нравилось то что он долго грузит и у него часто не совпадают рисунок с линии реза здесь тоже еще зависит от того что как вы сфотографируете потому что не всегда же получается прям горизонтально прям ровно сфотографируете иногда получается там угол какой-то наклон у телефона вот так что дальше заходим в трассировку выбираем область трассировки нужно чуть поближе сделать все и теперь мы делаем трассировку вот эту нижнюю делаем на 4 самую минимальную это у нас то есть что пикселей как мне как можно меньше были видны и теперь порог увеличиваем постепенно потихоньку чтобы у нас все наши листочки в общем залились этим желтым цветом видите тут тоже высечки же они же не все там одного тона они какие-то да вот уже темные они уже залились полностью а какие-то вот светлые места они очень плохо заливаются и приходится потом доделывать это когда мы увеличиваем порог у нас появляются такие вот шумы то есть это мелкие какие-то точечки темные которые нам не нужны их придется потом удалять и вот такие вот еще появляются сладовать на одну поменьше сделаем что вот этого совсем уже не было и делаем трассировать внешний край если вам что-то нужно внутри вырезать допустим рисунка то мы нажимаем просто трассировать а так как мне надо только по контуру поэтому я выбираю просто ну трассировать по краю теперь мы выделяем наш этот нашу трассировку ее правой клавишей мы нажимаем отменить составной контур но теперь видите у нас тут сколько всяких шумов ненужных появилась они нам вообще не нужны теперь мы берем зажимаем shift кнопочку и выделяем вот эти наши которые у нас получились точки листочки видите тоже он некоторые не очень выделил все убираем чтобы нам их не удалил так теперь отпускаем кнопку shift спускаемся чуть ниже опять зажимаем shift выделяем наши остатки оставшиеся листочки и остальное просто удаляем так у нас быстрее будет нежели мы будем потом по одной их удалять теперь мы лучше это конечно приблизить или знаете что давайте попробуем сразу сделать обводку попробуем уж нас получится всем это выделяем выбираем весь нас обводка я делала 06 прошлый раз поэтому сейчас я наверно все таки один сделаю миллиметр и нажимаем применить все нам сделал обводку и некоторые нюансы да там как бы допустим здесь сейчас я вам покажу приближе здесь вот видите у нас два листочка и они по отдельности в общем возможно там на высечках это один листочек но у нас как бы фотоаппарат не сфотографировал здесь получился разрыв а вот к нам дает что у нас полностью они слились в общем контур слился теперь мы выделяем этот внутренний контур здесь убираем просто выделяем и удаляем то есть у нас остается только вот эта обводка здесь вот если вам вот эти внутренние части нужны тоже оставляете если нет то удаляете дальше мы видим что у нас здесь рисунок еще есть а у нас мы не получилось нас фотографировать мы берем здесь у нас есть такая вторая кнопочка правка точек мы нажимаем на нее и просто двигаем наши точки вот сюда подальше здесь можно уже там с ним поиграться чтобы у нас ровнее был контур и так далее все вот у нас желудь выделился и все теперь нам надо все эти высечки просто смотреть здесь видите у нас маленькая штучка и и флоттер вряд ли сможет распознать поэтому мы отменяем составной контур но он как бы он ее сделает ну это будет некрасиво мы и удаляем здесь смотрим если нам нужно дают двигаем точки если нет то оставляем так здесь внутренний листочек мы тоже удаляем смотрим внимательно потому что потом это нас за косячи только нам лист дойдет штучки я нам тоже удалю потому что вряд ли он их нормально вырежет и здесь тоже внутренние все мы удаляем смородинка мне кажется хорошо получилось вот видите тоже смородинки тоже есть этот мелкие внутренние штучки они нам не нужны потому что у нас плоттер их вряд ли вырежет красиво только лишние махрушки появится все теперь мы так все весь наш лист убираем здесь желудь опять у нас есть эту часть не видит также делаем правка точек и допустим какой то можно удалить точку и здесь просто поправить вот этим штукам все и у нас получился нормальный желудь остальные также листочки внутренности убираем если у вас сильно различаются элементы одни светлые одни темные ну лучше их по отдельности делать я говорю тут получается что немного долго сравни с тем что если вы будете руками вырезать это будет скорее всего быстрее но зато или тут тоже свои прелести есть здесь более ровно получится ну допустим меня сильно руки устают вырезать мне не я не люблю это кто-то кому нравится конечно они вырезают я не очень люблю сидеть это вырезать так внутренности не забываем удалять и вдруг если вас остаются вот такие вот тоже да там места не надеюсь спит нет вообще найти поближе сделан здесь будет видно вот у нас красная линия 3 не реза и вот такие штучки нас появляются если вы не хотите чтобы здесь вырезалась то вы также берете то точки ну допустим эту можно удалить и он не будет туда вырезать у него будет ну здесь творишь на это уже тут смотрите сами как вам больше нравится не на наставлю так все смотрим проверяем чтобы у нас все внутренности все мы убрали лишние ненужные давайте попробуем все вот у нас контур остался теперь мы нажимаем отправить смотрим на всякий случай ответе здесь какая-то ерунда мы там скорее всего что-то забыли удалить внутренности забыли удалить этот маленький листочек внутренний мы его дали и вот это вот я наверно тоже уберу здесь у нас ничего лишнего нету вроде да все вот когда мы нажимаем отправить он видите нам контур красный показывает здесь уже можно посмотреть вдруг что-то где-то забыли и удалить можно вот я выбираю плотный картон тут написано 280 300 грамм но я оставлю там было вообще 7 я ставлю 5 потому что у меня бумага 200 грамм у него тут настройки 2 прохода и перерез так вам не видно вот здесь перерез то есть это он каждую на поворотах он не будет задирать бумагу это очень кстати удобно и скорость тут один давайте поставим с вами 23 давайте поставим сейчас я загружу коврик не будем с вами вырезать все коврик я загрузила и я продуваю его на всякий случай сам нож когда ну перед тем как вырезать что-то новое потому что от старой бумаги там могли остаться какие-то частички бумаги махрушки тогда и они могут забиваться и хуже в общем будет резать все теперь я нажала что отправить он теперь эти метки считывает и потом начнет вырезать будем надеяться что мы ровно вырезать давайте я не буду же снимать это потом покажу как получится вырезал мне общем-то тут штукенцию и так как у меня коври как бы уже не новый конце у него просто съехала бумага и не дорезал здесь уже конечно более ровно он вырезал ну тоже есть видите у него справа больше контура слева почти нету так что в общем с этим надо разбираться я говорю это вот на самом деле реально дольше разбираться вот с этой вот всей штукой проще взять руками и вырезать вот меня поэтому этот коврик бесил и я его не использовала уже давно не знаю пока мне кажется реально сейчас проще 6 вырезать тем более тут такие простые формы то есть ничего такого сложного нет так что я наверное не буду больше заморачиваться с этим ковриком и просто его а еще вот эту вот смородину он мне вообще ее задрал потому что она вот здесь была приклеена где-то здесь наверху все там одна была плохо приклеилась она поэтому на и вообще не вырезал упала все ладно буду я вам потом дальше рассказывать показывать еще я на вырубала вот это это мои листочки которые я помните для предыдущего альбом чека выкраску делала я вот из этой бумаги тоже наделала высечек это у меня от эко пейпер ножи вот листочки осенние там и вот рамочки такие вот я на вырубала и сейчас хочу потонировать у них края и потом куда-нибудь еще их композицию добавлять доброе утро на сегодня вторник и опять у меня утро начинается с загрузки видео загрузился на как видите на 78 процентов и у меня постоянно с вайфаем короче какие-то проблемы он постоянно кто-то вылетает во-первых у меня он на втором этаже меня роутер на первом моя мастерская на втором у меня постоянно ловит вот видите на две полосочки то есть он не так ловит здесь хуже еще и постоянно что-то с ним отключается вот за утро у меня несколько процентов добавилось так что я надеюсь уж сегодня у меня загрузится полностью этот влог но в любом случае то что он сильно большой это короче ну это конечно прибавляет времени на его загрузку вот так что буду надеяться что за сегодня он все-таки загрузится я сейчас буду делать альбом в общем я с этим полтора вся в расстроен в расстроенных чувствах я вчера реально полдня потратила на то чтобы вот эти вот сделать контуры общем для вот этого вот всего и итоге и ничего хорошего я из этого не получил я реально за могла обзойдите полдня вырезать все вот эти украшения и радоваться жизни так что я не знаю вообще смысла нет особо в этом коврике пик скановском потому что он в общем криво все это делает я не знаю гораздо проще конечно в этом плане не коврик пик скан да знаете ну можно просто там и делать в программе метки ты распечатываешь на формате а4 потом вырезаешь ну как я наклейки допустим делаю вот это намного удобнее и там практически но бывает иногда у него съезжает где-то контур но в основном он всегда ровно все вырезает единственное что да там печать конечно ну на обычном бриттере на домашнем не всегда получается ну так вот хорошее хотя там есть же даже коллекция американской бумаги продаются у них в магазинах в электронном виде то есть вы скачиваете потом себе распечатываете и ну пользуетесь ей и бумагой но в листах и допустим украшениями вот так что знаете можно еще как сделать можно сканировать вот эти листочки у меня есть сканер я понял пора пора него по моему вам рассказывала на стоил он вообще недорого и поэтому я его купила у меня есть сканер и знаете давайте мы с вами попробуем отсканировать вот что-нибудь из этого вставить в программу распечатать и вырезать так это у нас бумага сейчас мы посмотрим 280 грамм по моему здесь может быть есть это да 200 грамм 200 грамм сейчас я посмотрю какая у меня есть фотобумага матовая 200 граммовая мы с вами давайте распечатаем и попробуем вырезать вот точно классно вот сейчас будем пробовать и еще и вчера у меня там пока загружалась вырезалась я приклеила вот две рамочки мне кажется очень классно смотрятся вот и я вам показывала что я вот эти вот вы рубку сделала ножами эко пейпер вот и я хочу все таки как я вчера уже говорила сделать тонировку в общем краев чтобы они как-то более поживее смотрелись сейчас я посмотрю какие у меня тут есть чернила не коричневыми да ну вот есть у меня коричневые а какие-нибудь я бы рыженькими сделала так это у меня желтые желтенькими в принципе можно что-нибудь попробовать такое чтобы было прямо осеннее так все у меня светлые в общем сейчас посмотрю а у меня знаете есть чем не дистрессовские а есть у меня от скраббрис по-моему да от скраббрис чернилки можно ими попробовать как стрессовских у меня по моему оранжевых нет рыженьких каких-нибудь светлые да рыжих у меня никаких что-то нету здесь желтый и коричневый и я там возьму там рыжий но они тянет такие прям яркие вот так что давайте попробуем с вами и я потом думала здесь вот в уголках да прям с одной или с другой стороны сделать потому что они потом не цеплялись за рамки эти вот украшения вырежу надписи да где-то у меня были надписи вот чем я хочу просто не такое купитесь надпись делать и за ней вот такие-то листочки разные стороны сделать листочки разных цветов рамочки я не знаю я конечно их вырубила но хотя другой стороны знаете можно допустим даже остается этот внутренний овальчик взять его другого цвета допустим вставить туда есть у нас есть длинные надписи есть короткие можно закруглить до края ну обрезать ее поровнее закруглить края вот так вот сделать на листочки там подальше раздвинуть вот и вот так сделать мне кажется тоже классно будет вот а с этой стороны сделать так уберем вот разного цвета делать рамочки здесь вот другой стороны не то что он какой-нибудь это любовь не блесите не глине ну кистопад волшебный день там и не коротенькие слова мы сейчас обрежем но ты также сделать из-под них листочки мне кажется будет классно и маленький декор да и как-то разнообразить и и мне кажется будет классно и сейчас еще высечки вот эти сделаем их тоже подсунем и будет мне кажется вообще классно вот смотрите само собой все у нас придумалось главное начать вот так что давайте я пока пойду вот эти наши высечки так сейчас посмотрим что были все разные это и верхний нас дать листочек вот сейчас я вот ксер копируем потому что мне там только а4 можно печатать и будем с вами пробовать сделать свои собственные высечки мне кажется будет очень круто все вырезался у меня лист мне кажется получилось все отлично по крайней мере вот конечно тут кое-где все равно контур немного съезжает но это знаете уже давайте вот на орех покажу то есть у нас с этой стороны меньше контур чем с этой да он чуть-чуть съехал но тут еще зависит от распознавания меток возможно я чуть-чуть его криво приклеила там или еще что но это намного лучше чем когда он вырезает совсем криво вот и здесь видите так как бумага у нас белая но с другой стороны можно сделать подложку тоже да вот такую желтовато-бежевую и он их вырежет кстати второй лист я наверно попробую сделать вот так а если у нас ну как бы мы забыли сделать да как это забыла сделать я мы берем наши дистрессы сейчас я этот листочек уберу я тут уже начала потихоньку тонировать свои высечки достала я вот эти свои подушечки от скрабберис я вот красную рыжую и коричневую достала но мне такая коричневая знаете она больше больше красно-коричневая чем ну допустим вот такой у нас коричневый от дистресса так вот моя подушечка вот мы берем и за дистрессе вы им эти края конечно это еще лишней геморрой конечно ну и лишняя затрата времени да проще сделать такой не белый фон на самом листе кстати на сразу сделать вот и все у нас получается такая вот в принципе практически похожая высечками по крайней мере я говорю это лучше лучше вариант если у нас там чего-то нету что то есть вот сейчас буду их доставать оттуда и дистрессить что я делаю буду буду делать вот с этими высечками так подвину повыше вот я их беру я без подушечки сразу вот этой штемпельный штук а где-то мяч вот желтый еще есть я прям беру самой подушечкой и так у тела я их так чуть-чуть хаотичное дело потому что потом я буду еще там другие добавлять цвета аккуратненько все это делаем муторно конечно это все но что делать и еще знаете у меня же некоторая краска из вот этих акриловых она глянца и на нее хуже ложится вот это чернила но я надеюсь и знаете еще вот я допустим зеленую рамочку делала ну в принципе они высохли они все равно смазываются чуть-чуть и она такая как под состаренная получилось это я туда вам рыжий или красный делал вот так что вот этот потихоньку я буду все тонировать потихоньку так давайте я попробую с вами там парочку листиков сделать у нас есть вот давайте возьмем желтый и рыжий и зеленый я их уже желтым прошлась чуть-чуть давайте теперь попробуем рыжий добавить кое-где они у нас такие были более интересные зеленый можно добавить рыжего плохо ложится так в рыжий рыжего не обязательно добавлять так красный у нас еще есть красный попробуем конечно светлых они смотрятся лучше чем на темных здесь вообще нет видно так аккуратненько сделаем зеленый листочек то что местами делаем вот мне кажется классно так коричневый давайте давайте мы коричневым сделаем рамку тут попробуем по краям тонировать в общем тут уже как фантазия у нас будет разыгрывать такие листочки у нас получаются они в любом случае интереснее чем просто такой цвет хотя у меня здесь да не однородный цвет ну такие они разные вот они в любом случае уже интереснее смотрится чем мы через чем из однотонного корстока так затонированные еще прикольнее вот так что есть не чем заняться и я посмотрела альбомчик надо сдать до 25 сегодня 24 так что мне надо сегодня будет не знаю допустим не знаю насчет всего альбома доделать ну по крайней мере мне надо будет сегодня сделать обложку сегодня у нас уже время почти 12 мне нужно сделать обложку и я в прошлом влоге спрашивала какую сделать обложку в виде тыквы или прямоугольную но так как у меня влог я не знаю только к вечеру если будет все хорошо то загрузится и в любом случае вы не успеете ответить потому что не все будут смотреть всего сразу кто-то попозже будет смотреть но так что я наверное сделала все так прямоугольную обложку а тыкву оставлю допустим на следующий этап вот этого же совместного проекта так что буду сейчас доставать свои высечки и их тонировать и сейчас наверно второй лист запущу на резку на печать во первых вот сформирую и потому что я очень сформировала просто сделала сами высечки вот и конечно бумага хотя по плотности знаете одинаковая что здесь 108 а здесь 200 на 180 знаете по плотности вообще не особо чувствуется разница вообще не чувствуете так что сейчас буду их подтонировать и добавлять свой альбом и я думаю что не обязательно там что я доделаю все развороты по крайней мере там пару разворотов сделаю отфотографирую и выложу как ну готовое задание главное мне сделать обложку все конечно кое-где местами возможно будет не прорезано это бывает такое аккуратненько убираем листики ненужные части листа вот здесь у меня вылетел нож из каретки я его вручную записывал обратно вот так что мы здесь просто аккуратненько подрезаем ножничками у нас грибочек нормально получается так все у нас получились высечки теперь мы их аккуратненько достаем здесь нас тоже убираем вот вот смотрите в принципе даже и по качеству ну конечно более пиксельно ну и да ладно так вот издалека и даже никто и не заметит что они разные так что будем делать высечки своего собственного производства главное бумагу сейчас не купить по плотнее и делать я наверно даже грамм 250 бы купила так вот смотрите у нас тут белые поля оставались вот здесь и вот здесь но в принципе да как будто так и должно быть тем более что там за дистрессится это все и будет нормально смотреться я наверно бумагу возьму грамм 250 чтобы они прям были такие уже хорошие высечки 300 грамм наверное это сильно уж плотно будет вот 250 будет я думаю нормально здесь нас тоже плохо что-то махрушки подрезаем все я буду в тихоньку делать декор и буду вам тоже показывать что из этого получится так мой разворотик я за дистрессила все высечки которые сделала на плотере и поток распределила надписи и надпись я уже приклеила к внутренним частям в рамочек и распределила их по цвету съехала чуть-чуть почему так то не будут и сейчас я хочу там 12 разворотика сделать и уже начать делать обложку потому что мне надо до завтра и сделать уже выложить чтобы она у меня в общем по срокам чтобы совсем все совпадало но так что я наверно буду делать декор не потом это ускорю скорее всего вот и все Продолжение следует... 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 Наверное, здесь еще какой-нибудь тканюшкой проклею. Хотя и смысла особого не вижу. Вот, в общем, сейчас найду какую-нибудь подходящую ткань и сделаю из нее обложечку. И будет она такой полумягкий. В общем, классный будет. И потом, если успею, то буду делать остальные еще развороты. Я выбрала ткань вот такую желтую в клеточку. Это более-менее из всех подходящих. Еще у меня есть вот такая красная, но ее здесь мало. Я ее хочу как-нибудь там вот так вот сделать. И будет она у меня на обложке, ну, впереди, в общем, как декор. Для внутренней я, наверное, вот эту коричневую буду использовать, потому что она у меня давно лежит. Ну, коричневая, она у меня, мне кажется, коллекция бумаги подходит. Вот. Как я буду делать обложку? Вот у меня вот такой кусочек. Сколько тут, наверное, 50 на 70, не знаю. Да, наверное, 40 на 60, наверное. Не знаю, неважно, в общем. Смотрим по нашим картонкам. Я вырезала точно такой же картон по размеру нашего блока. Да? Сколько у нас тут? Я уже забыла. 15 на 20, да, по-моему, да. 15 на 20. Вот у нас картонки. И можно еще измерить наш корешок. Корешок у нас получается 3 сантиметра, чуть больше. Но мы сделаем побольше. Главное, не меньше. Вот. Как я буду делать? То есть я сейчас эти картонки здесь оставлю и буду прошивать вот здесь такой кривой линией, чтобы они просто держались, знаете, кармашки такие для картонок. И между ними будет 3 сантиметра. То есть можно сюда их ближе пододвинуть. Можно там капельку клея, допустим, капнуть. У нас в любом случае будет в середине декор. Можно, в принципе, вот так намазать клеем. Сейчас попробуем заодно с вами. У нас в любом случае будет, да, на обложке там декор. И никуда не денется. Смотрим, чтобы у нас примерно одинаковое было по краям расстояние, да. И вот здесь, наверное, по складочке я как раз и обрежу. Вот. Теперь вторую тоже здесь чуть-чуть намажем, клеем. Я про то, чтобы его не видно было, где вы приклеиваете. Я же хотела флис сделать, так что мы убираем пока. Флис надо какой-нибудь умягчитель. Сейчас принесу и с вами сделаем мягкие обложечки. Так, я принесла синтепон, да, или как он там? Синтепон вроде называется, да? И я, наверное, на него сейчас приклею наши картонки, чтобы у нас корешок был тоже мягкий. Мы сейчас с вами приклеим к нашему синтепону. Кардон. Отступим сантиметра 4, наверное, нужно, чтобы у нас, когда складывалось, все входило. А даже, я думаю, 5 можно оставить. Лучше больше, в общем, оставим. И приклеим второй кусочек синтепона. Ой, синтепон. Этого. Картона. Забыла. Все, пока у нас тут клей не высохло, мы сейчас все это приклеим. Все, вот мы там сантиметров 5 оставили и приклеим. Смотрим, что у нас примерно одинаково должно быть. Все, теперь оно чуть-чуть нас приклеится, и мы обрежем эти мои ножницы. Все, теперь мы это обрезаем аккуратненько, чтобы там внизу ничего не обрезать лишнее. Я не веду ткань, которая у нас лежит на коврике. Все, теперь мы обрезаем с этой стороны. Убираем синтепон наш. Все, видите, главное вовремя вспомнить, что нам нужно сделать. Все, теперь тогда мы не будем обложку приклеивать к ткани. Наверное, просто, если что, приколем между, ну, где-то там. Хотя, я думаю, она никуда не денется. Все, теперь мы здесь обрезаем. Я обрезаю, не обрезаю. Вот. Я здесь прям по краю обрежу, чтобы у нас этого залома не было. Я специально не стала гладить, потому что я хочу сделать ее такую, знаете, как я называю, очень творческую. Творческую, то есть такую прям растрепанную, красивую, такую, знаете, прям такую прикольную. Потом еще вот здесь можно будет лишние нитки убрать, чтобы махрушки появились. Все, теперь нам нужен второй кусочек ткани. Сейчас мы посмотрим, что у нас. Да, вот эту вот штучку мы обрежем. Нам нужны одинаковые, давайте мы это пока уберем. Примерно одинаковые кусочки. Я вот так разверну, потому что здесь у меня как-то криво обрезано. Все, сейчас мы обрежем. Знаете, я, наверное, пока вот эту штучку не буду обрезать. Мы сейчас с вами прошьем, а потом уже определимся с вот этой вот штукенцией. Возможно, мы сделаем там еще потом кармашек. А, кармашек мы не сделаем, потому что у нас будут здесь форзации. Так, а зачем тогда мы эту? А, ну, в принципе-то она у нас сверху приклеится. То есть у нас будет вот так с вами наша ткань, а потом к этой ткани мы приклеим вот так наши форзации. Все, и вот так у нас здесь будет ткань торчать. Все, значит нам больше ничего не надо. Теперь нам нужно будет сшить это все. Давайте ровненько положим. Сильно вот это вот не растягиваем синтепон. Просто его прикладываем. Смотрим, что у нас все ровненько. Здесь мы тоже все прикладываем. Так, наверное, я здесь иголочками что ли скрепить. Или давайте мы пока просто зажимами, наверное, скрепим. По краям. Потом уже там будем по мере прошивания их убирать. Давайте, вот знаете, как тему. Где уголки закрепим. Чтобы она сильно не съезжала никуда. Так, все. Пойду я прошью. Я буду прошивать по периметру, не заходя на картонки. То есть я буду, вот у нас заканчивается край картонки. Я буду рядом с ним прошивать. И вот здесь еще посередине тоже по краям картонки прошью. Чтобы они у нас сюда вовнутрь не заходили. Вот. Сейчас прошью и покажу, что будет. Я потихоньку начинаю уже декор делать на обложке. Пришила я вот эту тканюшку посередине, чтобы она у нас никуда не делась. Сейчас мы знаете, что померяем с нами блок. Да, все входит. Еще даже место останется. Вот, в общем, такой у нас получится альбомчик. Мне кажется, очень классный. Вот, и он, кстати, у нас же будет горизонтальный. Надо не забыть про это. Он будет горизонтальный. Здесь я еще прошью. Ну, как-нибудь ее тут скомкую. Возможно, не до конца ее буду пришивать. Не знаю, пока сейчас с вами как раз и решим. Сейчас я хочу обрезать все вот эти нитки. И опять у меня что-то машинка начала вредничать. Ну, кстати, в этом альбоме это смотрится уместно. Я их не буду до конца обрезать. Они будут так у меня торчать кое-где. Вот, мне кажется, это будет классно. Так, здесь у нас ниточки посередине. Это я прошила. Здесь мы тоже все там обрежем. Так, с этой стороны еще у нас нитки. В общем, в любом случае, если у вас машинка что-то вредничает и у вас в таком стиле альбомчик, мне кажется, это даже еще круче. Во всем надо свои плюсы найти. Вот, теперь что у нас с тканью. Желтой у нас достаточно. Мы сейчас 5 тут обрежем. Коричневую ношу. Давайте так все вместе их обрежем. Обе, чтобы они были более-менее ровные. А потом мы их будем махрить. Так, здесь у нас тоже чуть-чуть я тут обрезала. Так. Наверное, все, снизу мне вроде нравится. Так, теперь мы будем махрить это все. Края наши. Так, чтобы оно все у нас получилось. Мы потихоньку удергиваем ниточки. Да, у нас там еще вторая тканюшка. Про нее тоже не забываем. В общем, ладно, я буду это махрить потихоньку. Потом я вам покажу результат, какой получится. Я думаю, тут уже такого ничего интересного нет. Это махрить, мне кажется, все могут. Такая у меня обложка получилась. Мне она очень нравится. Она такая получилась. Мне очень нравится. Классная, атмосферная, уютная. Ленточки у меня вот такие. Это я, помните, с Алиэкспресса, ну, с Джума заказывала ленту. Она такая, типа, мешковины, что-то такое. И добавила еще вот такую ленточку от Майнс Ай или нет. Нет, как-то в другом она называется. Ну, в общем, не важно, все знают, что это за лента. Вот, здесь у меня вот эта вот красная тканюшка. Чипборд это примовский, вот этот с часиками. И вот тут еще две тыковки тоже примовские. Вот этот чипборд это ЭКП и пердеревянный. Зимние сны называется, на самом деле. Так, тут у меня, в общем, надпись из коллекции, которая бумага у меня. Здесь у меня вот эти вот деревянные украшения. Это вот этой коллекции. One Canoe Toe фирма. Вот, в общем, тут у меня кружево это я покупала в тканевом магазине. Здесь у меня пробка. Это оставалось у меня от вырубки. Дотсы. Тут у меня салфеточка ЭКП и перовская. Вот здесь тоже у меня, получается, вот эти высечки, которые я на полторе делала. Один вот листочек приклеила. Ну и все. Все, вот такая у меня получилась обложка. И сзади я вот пришила одну карточку и все. Вот. В общем, такая вот получается обложка у нас классная. Мне очень нравится. Я вот ее по максимуму старалась пришить, чтобы ничего не отвалилось. Вот. И такой большой вот бантик получается снизу. И знаете, что я хотела еще задестрессить края. Сейчас попробую. Наверное, на каком-нибудь кусочке ткани попробую отдельно. Потом посмотрю. Если понравится, то буду делать здесь. Вот что у меня получается. Обложку я вам уже показала. И я отклеила блок. Я, наверное, думаю, что я сейчас не стала записывать, как я склеивала. Как бы там, в принципе, ничего сложного нет. Но я думаю, что я отдельно сделаю по такому альбомочку мастер-класс, чтобы это был не во влоговом в таком формате, а уже как настоящий мастер-класс. Вот. Что у меня тут получилась? В общем, такая композиция, которую я вам тоже уже показала. Вот так вот он выглядит. Сзади карточка. Мне он очень нравится. Завязочки. Я все-таки не стала ничего дистрессить. Оставлю вот так. Мне кажется, в принципе, он такой. Легенький, светленький, прям воздушненький. И классный. Мне кажется, так будет. Не буду я ничего дистрессить. Все. Бантик я потом завяжу. Будет большой, красивый. Вклеила я блок. В принципе, тут ничего сложного. Намазала клеем, приклеила и все. Вот. И еще я доклеила все рамочки. Я немного поменялась их местами. Сделала их некоторые парные. На самом деле, рамки получились не совсем удачное сочетание. Потому что они в некоторых местах прям теряются на фоне этой бумаги. Ну вот. Ну вот некоторые прям хорошо выглядят. Вот эти я не хотела разделять. Они мне очень нравятся в таком виде. И сама бумага на развороте мне нравится. И сами рамки вот эти вот классные мне нравятся. Здесь тоже красиво, в принципе, получилось. Но они вот здесь теряются, мне кажется. Ну здесь парные получились. И вот здесь. Я бы здесь сделала по-хорошему, да, две вот таких деревянных. Но у меня были только такие. Вот. Так что вот так выглядит мой вклеенный блок. Здесь он у нас так выглядит. То есть он будет закрываться. И там находиться. То есть, знаете, наверное, его бы по-хорошему уплотнить надо было там внутри. Ну сейчас я уже, конечно, этого не сделаю. Ну, в общем, я бы уплотнила его, потому что, видите, когда собираем, он там скукоживается. Или надо в обложке делать, не мягкую такую. Хотя мне очень нравится, что она именно, то, что она мягкая. И, блин, он такой классный. Ну, прям, знаете, ну, что приятно его там в руках держать, что ничего там нигде не помнется. Все там нормально спрятано, и все хорошо. Вот, знаете что? Я сейчас буду тогда, пока у меня есть время, еще пару разворотов сделаем, декор. И, наверное, буду сегодня закругляться. И надо будет мне сделать пост про вот этот альбомчик. Потому что завтра 25-й, уже пора выставлять свои работы. Вот, я не знаю, наверное, я не буду записывать, чтобы не затягивать уж насильно влог. Но так сильно влог, как и прошлый мой получился, который до сих пор не может загрузиться. Потому что у меня почему-то опять Wi-Fi пропал куда-то, не знаю. Надеюсь, сегодня-завтра, надеюсь, сегодня у меня загрузится, и все будет хорошо. И вы уже его посмотрите к этому времени. Вот, так что я сейчас буду декор делать. И потом вам просто покажу. И, знаете, мне тут еще девочки написали в Инстаграме, я показывала, как я картинки делаю для плоттера, вот эти высечки. И я решила, что я сниму видео на, может быть, на этой неделе, кстати. Может быть, на следующей, не знаю, посмотрим. Про то, как делать высечки, в общем, ну, просто сниму, как мини-мастер-класс. Вот, чтобы не только это было, да, там, во влоговом формате или в формате сториз, а именно как полноценное видео было для канала. Вот, так что буду вам попозже показывать, что получится. Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас следующий день начался. Какой-то сегодня, а, сегодня среда у нас. Вот, я вчера видео сняла небольшое для ИГТВ. Ну, оно небольшое, потому что у меня тут только два разворота сделанных, остальных еще нет. Вот, знаете, что я вспомнила, что у нас... Мы же с вами делали кармашки вот здесь, внутри страничек. У нас же здесь есть кармашки, я совсем про них забыла. И сейчас нам надо сделать, будет вкладыши. Но так как у меня бумаги осталось мало, и она, ну, сильно маленькая будет, я решила сделать из крафта. Мне кажется, он сюда прекрасно подойдет. Вот, у меня есть такие плотные листы, это, по-моему, 300 грамм, что ли, ну, которые обычно я использую от Палацца крафт-бумагу. Вот, так что я сейчас померить надо, какой у нас будет размер, потому что здесь у нас приклеено. И, в общем, сейчас будем делать. И я еще вчера сделала один лист, но я выбрала именно листочки, потому что грибы как-то я сюда не сильно хочу добавлять, а вот листочков мне на самом деле много не хватило. Потому что я вот начала делать третий разворот. Вот, ну, здесь у меня грибы есть. Вот, я начала делать третий разворот и поняла, что у меня листочков мало, а грибов сильно много. Я не сильно хочу их использовать. В общем, я сделала только лист с листочками. Тут несколько ягодок и орешков там. Вот, и я, наконец-то, не забыла сделать фон бежевый. Вот, так что я сейчас уберу вот эту лишнюю бумагу и, наверное, их уже я не буду тонировать. Хотя, возможно, чуть-чуть тонирую, потому что как-то с ними, ну, когда тонированная вырубка, более как-то интересно она выглядит, чем когда она просто вырезана. Вот, так что если будете делать такие высечки, не забывайте делать небелый фон, если у вас на бумаге небелый фон. Потому что здесь у высечек, которые были в комплекте, у них был небелый фон. Ну, вы помните, когда я вырезала. Вот, так что... Вот я потом вот эти листочки сохраню. И, знаете, у меня тут возникла такая идея. Точнее, я ее даже уже начала реализовывать. Я создала пока... Ну, пока только создала. Еще там ничего не делала. Телеграм-канал, в котором я буду рассказывать про всякие свои плоттерные дела. И это будет закрытый канал. И будет туда вход платный. Я пока еще над этим думаю. Вот, так что... Как вам такая идея? Хотели бы вы, чтобы я вас добавила, допустим, туда? Ну, вообще, как вам идея? Потому что мы один раз с девочкой разговаривали. Она тоже говорила про какой-то телеграм-канал. Про плоттерный. Что там... Она вроде как туда... Ну, в общем, добавилась, да? Заплатила за вход. Но, говорит, там редко что-то показывают новое. В общем, ей не очень понравилось. Вот, так что... Мне, на самом деле, эта тема плоттерная очень интересна. И я хочу, чтобы... Ну, в общем, я хочу... Я люблю сидеть за компьютером. Все это вот, ну, делать. Мне нравится. Вот. Я, конечно, люблю тоже создавать альбомчики. Но... За компом мне, на самом деле, реально больше нравится. Сидеть, делать это все. Вот. Так что, я думаю, я буду этим... Ну, достаточно времени этому уделять. Чтобы не было там сильно глухо. Вот. И у меня еще такая мысль. Я, наверное, сделаю отдельный канал. И там будут видео именно вот для телеграм-канала. То есть, это будет такой закрытый канал. Ну, и как бы я буду в телеграм-канале давать ссылку на ютуб. И там вы будете смотреть видео. Вот так. Такая у меня мысль есть. Потому что, знаете, телеграм у нас... Такая вещь, что неизвестно, сегодня будет у нас, завтра и будет или нет. Так что, всякие у нас тут такие качели с этими соцсетями. А ютуб, мне кажется, никуда никогда не денется. Но я на это очень надеюсь. Вот. Я, наверное, сейчас сделаю подложки вот для кармашков. А потом там пару разворотиков сделаю. Задекорирую. Ну, вот у меня получились высечки. Ну, вот на таком бежевом фоне они уже лучше смотрятся. И, наверное, я все равно все-таки чуть-чуть пройдусь дистрессом, чтобы они так были более такие состаренные, что ли. Вот. А сейчас мы с вами будем делать вот эту вставку нашу. Давайте сейчас мы измерим по длине. Длине на вставку получается. Линейка нам нужна будет. У меня, конечно, когда какие-нибудь скраб работы происходят, у меня сразу весь стол заполняется всеми видами декора и всего остального. Бумаги у меня. То есть, вместо свободного вот и все. Больше вот где коврик у меня вместо свободное есть, то на него уже наваливаются все материалы. Так. У нас получается здесь 13,5. и в длину у нас получается здесь сделала 18. Да, 18. Нормально будет на всякий случай, чтобы точно у нас все входило. 13,5 на 18 сантиметров. И я хочу еще сделать посередине такую штучку, за которую мы будем вытаскивать или по краям сделать, потому что посередине будет завязка, хотя, в принципе, я думаю, она не помешает. в общем, с вами рисую попозже. Вот эти вот ушки я сделаю, у меня есть ножи от Эко Пейпер или от Мимикат. Нет, от Эко Пейпер, по-моему, у меня есть ножи. Вот их я буду делать. Так, нам нужно раз, два, три, четыре вот этих подложки восемнадцать на тринадцать с половиной. Так, это я пока уберу. У меня тут такой завал, что надо все разбирать. все, я добралась наконец-то до своего резака, потому что на нем стояло все подряд. И теперь нам надо сделать с вами восемнадцать в длину. Так, линейка. Нам, в принципе, два листа хватит, потому что я из них сделаю четыре подложки. И знаете, что? Сейчас попробуем. Сейчас, знаете, что я хочу попробовать сделать ее двойную. Но не факт, что она войдет, потому что там места-то мало. Давайте сейчас с вами померяем, потому что, смотрите, можно сделать, да, просто вот одинарную мы вот отрежем и будем ее вставлять. Вот она, в принципе, да, у нас тут вставляется. И все. А можем мы сделать линию беговки, согнуть лист и сделать ее двойную. Ну, только она будет вот так вставляться, да, допустим. Сейчас мы попробуем, если два листа войдет. Просто если мы сделаем ее двойной, это получится, что у нас будет приклеиваться четыре фотографии, то есть это даже не два слоя бумаги, да, целых четыре. То есть войдут они туда или нет. Или им там будет очень тесто. Мне кажется, наверное, не надо делать только много. Наверное, давайте все-таки одинарную мы будем делать, потому что у нас, да, будет одинарная подложка и с одной и с другой стороны будет фотография. То есть это будет три слоя бумаги и мне кажется, тут и так хватит. Не буду я делать двойную, но как вариант можно. Так, дальше у нас 13,5. длинный. Так, все, наши четыре подложки готовы. Я сейчас пойду сделаю вот эти тыжики, да, или как они называются, вот эти вот штучки, за которые вытаскивать и вернусь к вам. Сделаю я вот такие, вспомнил, как называется затабы. По-моему, так они называются. Вот такой у меня ножик есть. Это, по-моему, эко-пейпер, если я не ошибаюсь. Хотя нет, это точно, это мимикаты. Они у меня шли вместе со штампиками. Точно. Так что это мимикаты. Давайте мы с вами примерим наши ставыши. и знаете, я, наверное, все-таки раскруглю у них уголочки, чтобы они не махрились. Все, входят они у нас в принципе, в принципе, нормально. Знаете, наверное, я все-таки их даже на полсантиметра обрежу, чтобы они все-таки полегче входили. потому что вот так вот здесь их запихивать не очень удобно будет людям. Так что давайте мы с вами в длину сделаем все-таки сколько она там было? 18, да? Мы сделаем не 18, а 17, в принципе. Да, фотография же у нас все равно будет в любом случае 10 на 15. То есть мы сейчас уберем сантиметра и будет у нас нормальное место как раз для фотографии. Все, так и сделаем. Будет у нас 17 на 13,5. сантиметра и получается у нас с вами сейчас достану под дерьм будет тэшик, тап, тап, тап. Наверное я все-таки по краям сделаю. Сейчас я тут скруглю уголочки. Хотя их доставать тогда будет неудобно или посередине. В общем, сейчас решим. Здесь у нас будет хвостик и здесь фотография. Мне кажется, вообще очень даже нормально будет. все. Сейчас мы эти табы приклеим. Давайте мы сначала скруглим уголки, потому что они так дольше прослужат. Потому что если мы будем их острые оставим и будущий хозяин будет туда-сюда их вытаскивать эти краешки размахляться. В любом случае все знают, надеюсь, что скругленные уголочки на самом деле реально служат дольше, чем острые углы. Ну, чем обычно. так, теперь нам надо найти серединку и приклеить их ровненько. Так, вот так попробуем. приклеила я все табы. Телефон у меня, к сожалению, это не записал, но я думаю, ничего страшного в этом нет. Вот, все приклеила. Как-то не сильно ровно, конечно. Все равно у меня получилось не ровно. Ну, зато вот так одинаково. давайте попробуем вставить это все. Да, так, конечно, они входят лучше. Можно даже их туда подальше засунуть, чтобы они не мешались при завязывании. Я их буду чередовать. У меня две деревянные и две с таким рисунком. Я вот так называю пледик. Все я вставляю. У нас прекрасно они себя чувствуют. Я думаю, они не будут мешаться при закрывании. Можно, кстати, туда, допустим, сделать люверс и какую-то веревочку сделать. Вот, фотографии у нас будут приклеиваться. Мне кажется, вообще супер. С двух сторон будут фотографии, и вообще будет классно. И будет входить уже не сколько у нас там, не 10 фотографий, только в рамочке, а сюда сюда еще будет вставляться 8 фотографий. То есть получается у нас 18 фотографий в альбонах. Вот все у нас. Наши табы там внутри. Все, завязываются они нам не будут мешаться, так что вообще супер. Давайте я сейчас потонирую новые свои высечки и доделаю пару разворотов. Возможно, весь все доделаю и пойду сегодня хочу сделать ногти, потому что я вот этим сломала. Мне жалко, если честно, его все обрезать, потому что они такие длинные свои отрасли. Я люблю, когда у меня длинные ногти. Поэтому я хочу его нарастить гелем или акрилом и сделать такой же длины. Попробую, по крайней мере. Я думаю, процесс, как я буду тонировать, не сильно интересен, поэтому я его не буду записывать. Потом вам покажу уже, что из этого получится.